МКБ-10, J81 – легочный отек общие сведения. Отек легких клинический синдром, вызванный выпотеванием жидкой части крови в легочную ткани, сопровождающейся нарушением газообмена. В легких – развитием тканевой гипоксии и ацидоза. Отек легких может осложнять течение самых различных заболеваний – пульмонологии, кардиологии, неврологии, гинекологии, урологии, гастроэнтерологии и отоларингологии. При несвоевременности оказания не необходимой помощь отек легких может быть фатальным. Патогенез – основные механизмы развития отека легких включают резкое увеличение гидростатического и снижение анкотического коллоидно-осматического давления в легочных капиллярах, а также нарушение проницаемости альвеолокапиллярной мембраны. Начальную стадию отека легких составляет усиленная фильтрация транссудата в интерстициальную легочную ткань, которая не уравновешивается. Обратным всасыванием жидкости в сосудистое русло. Эти процессы соответствуют интерстициальной фазе отека легких, который клинически проявляется в виде сердечной астмы. Дальнейшее перемещение белкового транссудата и легочного сурфактанта в рассвет альвеол, где они смешиваются с воздухом, сопровождается. Образованием стойкой пены, препятствующей поступлению кислорода к альвеолярно-католярной мембране, где происходит газообмен. Данные нарушения характеризуют альвеолярную стадию отека легких. Возникающие в результате гипоксимия одышка способствуют снижению внутригрудного давления, что в свою очередь усиливает приток крови к правым отделам сердца. При этом давление в малом круге кровообращения еще больше повышается, а пропотевание транссудата и львеол увеличивается. Таким образом, формируется механизм порочного круга, обусловливающий прогрессирование отека легких. Классификация с учетом пусковых механизмов выделяют кардиогенный, сердечный, некардиогенный, респираторный дистресса с синдромом и смешанный отек легких. Термином некардиогенный отек легких объединяются различные случаи, не связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нефрогенный, токсический, аллергический, неврогенный и другие формы отека легких. По варианту течения различают следующие виды отека легких – молниеносный, развивается бурно, в течение нескольких минут. Всегда заканчиваясь летальным исходом острый, нарастает быстро, до четвертых часов, даже при немедленно начатых реанимационных. В мероприятиях не всегда удается избежать летального исхода. Острый отек легких обычно развивается при инфаркте миокарда, ЧМТ, анофилоксии и т.д. подострый имеет волнообразное течение. Симптомы развиваются постепенно, то нарастая, то стихая. Такой вариант течения отека легких наблюдается при эндогенной интоксикации различного генеза у реми, печеночной недостаточности и дыры. Затяжной развивается в период от 12 часов до нескольких суток, может протекать стерто, без охарактерных клинических признаков. Затяжной отек легких встречается при хронических заболеваниях легких, хронической сердечной недостаточности. Симптомы отека легких Отек легких не всегда развивается внезапно и бурно. В некоторых случаях ему предшествуют продромальные признаки, включающие слабость, головокружение и головную боль, чувство стеснения. В грудной клетке – тахитная, сухой кашель. Эти симптомы могут наблюдаться за несколько минут или часов до развития отека легких. Клиника сердечной астмы интерстициального отека легких может развиваться в любое время суток, однако чаще это происходит ночью или в предутренние часы. Приступ сердечной астмы может провоцироваться физической нагрузкой, психоэмоциональным напряжением, переохлаждением, тревожными сновидениями, переходом в горизонтальное положение и дыры Факторами, при этом возникает внезапный удуший или приступообразный кашель, вынуждающий больного сесть. Интерстициальный отек легких сопровождается появлением цианоза губ и ногтей, холодного пота, экзофтальма, возбуждения и двигательного беспокойства. Объективно выявляется ЧД-40-60 в минуту тахикардия, повышение от участия в акте дыхания, вспомогательные мускулатуры. Дыхание усиленно-стридорозное, при аускультации могут выслушиваться сухие свистящие хрипы, влажные хрипы отсутствуют. На стадии альвеолярного отека легких развивается резкая дыхательная недостаточность, выраженная дышка, диффузный цианоз. Адутловатость лица, набухание веншей. На расстоянии слышно клокочущее дыхание, аускультативно определяется разнокалиберные влажные хрипы. При дыхании и кашле изо рта пациента выделяется пенна, часто имеющая розоватый оттенок из-за выпотевания форменных элементов крови. При отеке легких быстро нарастает заторможанность, спутанность сознания, вплоть до комы. В терминальной стадии отека легких отснижается, дыхание становится поверхностным и периодическим, дыхание чайно-стокса, пульс нитевидным. Гибель больного с отеком легких наступает вследствие асфиксии. Диагностика кроме оценки физикальных данных в диагностике отека легких крайне важны показатели лабораторных и инструментальных исследований. Все исследования выполняются в кратчайшие сроки, иногда параллельно с оказанием неотложной помощи исследования газа в крови. При отеке легких характеризуется определенной динамикой. На начальном этапе отмечается умеренная гиппокапния, затем по мере прогрессирования отека легких ПО2 и ПО2 снижается. На поздней стадии отмечается увеличение ПО2 и снижение ПО2. Показатели коз крови свидетельствуют о респираторном алкалозе. Измерение ЦВД при отеке легких показывает его увеличение до 12 см. Вот стакан и более. Биохимический скрининг. С целью дифференциации причин приведших к отеку легких проводится биохимическое исследование и показатели крови КФКМВ, кардиоспецифических тропонинов, мочевины, общего белка и альбуминов, креатинина, печеночных проб, кагулограммы, дыры, закрывающая круглая скобка, точка, ЭКГИ и ХОК. На электрокардиограмме при отеке легких часто выявляются признаки гипертрофии левого желудочка и шми и миокарда, различные аритмии. По данным УЗИ сердца визуализируются зоны гиппокинезии миокарда, свидетельствующие о снижении сократимости левого желудочка, фракция. Выбросы снижены, конечный диастолический объем увеличен. Рентгенография органов грудной клетки выявляет расширение границ сердца и корней легких. При альвеолярном отеке легких в центральных отделах легких выявляется однородное симметричное затемнение в форме бабочки, реже очаговые изменения. Возможно наличие плеврального выпада умеренного или большого объема. Катетеризация легочной артерии позволяет провести дифференциальную диагностику между некардиогенным и кардиогенным отеком легких. Рентгенограмма ОГК. Выраженный отек легких у пациента с терминальной и почечной недостаточностью. Лечение отека легких. Лечение отека легких проводится в арит под постоянным мониторингом показателей оксигенации и гемодинамики. Экстренные мероприятия при возникновении отека легких включают придание больному положения сидя или полусидя с приподнятым изголовьем кровати, наложение жгутов или манжетноконечностей, горячие ножны и ванны кровопускания, что способствует уменьшению венозного возврата к сердцу. Подачу увлажненного кислорода при отеке легких целесообразней осуществлять через пеногасители, антифом, селан, этиловый спирт. При необходимости перевод на ивель. При наличии показаний, например, для удаления народного тела или аспирации содержимого из дыхательных путей, выполняется отрахеостомия. Введение наркотических анальгетиков морфина для подавления активности дыхательного центра. Введение диуретиков фуросемида и дыры. С целью снижения отской дегидратации легких. Введение нитропрусида натрия или нитроглицерина с целью уменьшения постнагрузки. Применение ганглеоблокатуров азометония бромида приметафона позволяет быстро снизить давление в малом круге кровообращения. По показаниям пациентам с отеком легких назначаются сердечные гликозиды, гипотензивные, антиаритмические, тромболитические, гормональные, антибактериальные, антигистаминные препараты, инфузии белковых и коллоидных растворов. После купирования приступа отека легких проводится лечение основного заболевания.